Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Ох, мне тут задали один интересный такой вопрос, на который я первоначально хотел ответить текстовым комментарием, а потом подумал, блин, а почему бы мне записать такое небольшое видео, и человеку будет приятно, и подискутировать можно на данную тему. Он спросил, что если не Хорус, то кто? То есть, кого бы темные боги могли выбрать на место воителя? Ну, правда, на место воителя Хоруса назначил сам император, но как бы окей. Скажем, если бы не было Хоруса или с ним что-то бы случилось, кого бы могли выбрать темные боги в качестве своего чемпиона, символа и так далее? И, на самом деле, вопрос интересный, потому что тут можно рассуждать бесконечно. Опять же, у каждого есть свои предпочтения к тому или иному примарху. Вот. Но я выскажу, опять же, свою личную точку зрения и немного пройдусь по каждому из примархов. В общем-то, ну, как бы я здесь создал такой небольшой список, он расположен в абсолютно рандомном порядке, указаны цифры, но это так, просто от балды написал. Это не позиция, не топник, какое-нибудь чего. Вот. И я думаю, что этот ответ на этот вопрос, он достаточно многогранен, я, честно говоря, не могу выделить какого-то одного персонажа, вот сказать, допустим, что только Ларгар был бы, да, преемником Хоруса или там кто-то еще, да. Я думаю, здесь нужен достаточно комплексный ответ. Опять же, я не особо готовился к этому видео, то есть это записывается вживую, поэтому кое-какие моменты о грехе прошу простить заранее. Так, ну, с Хорусом все понятно. Красавец-мужчина. К успеху шел, но не дошел. Пойдем к другим. Альфа-Ри-Омегон. Это вообще, на мой взгляд, скажем, такой запасной вариант для ГВшников, потому что Альфа-Ри-Омегон, это, собственно, схоже с Альфа-Ри-Омега, то есть начало и конец. Вполне возможно, что вообще всю ересь, все события и прочее-прочее замутили как раз именно эти парни. И поскольку Альфа-Ри-Омега это начало и конец, и один из символов, один из признаков божества, то как бы не получилось так, что Император сделал именно, сделал их той целью, чтобы они могли, ну, как бы это смешно не звучало, в какой-то степени перезагрузить, перезагрузить текущий момент галактику. То есть это одновременно и не лоялист, и не хаос, это, знаете, как абсолютный ноль. То есть это очень пластичная субстанция, которую можно перевести в любую форму. То есть это может быть в один момент и хаос, это может быть в один момент и порядок. Ну, это совокупность всего Альфа и Омега, поэтому про них, я думаю, что если бы их избрали темные боги, то Альфа-Ри-Омега их просто бы обманули и сделали так, как нужно им. Они бы точно не стали им служить, не стали бы их рабами, потому что... Бойтесь донайцев дары приносящих, говорится. Так что вряд ли, я думаю, нет. Тем, боги хаоса бы не рискнули их выбрать в качестве своего чемпиона, чемпионов, ну или чемпиона. Одна душа на два тела. Потому что сами бы боги хаоса остались в дураках. Ангрон нет, слишком прямолинейный, хоть он и великий воин, один из величайших воинов даже среди примархов. Но ничего кроме резни и абсолютного разрушения, что в общем-то хаоса не надо. Ведь если будет абсолютное разрушение, хаос не может с этого питаться. Ему нужны почитатели, поклонники, с чего и подпитываются боги хаоса, их эмоциями, их поступки, их грехи, питают их. А Ангрон это абсолютное разрушение и абсолютно вычищенная под ноль галактика. Просто достаточно прямолинейный. Опять же, при всем своем могуществе, при всем своем воинском великолепии, он не лидер для масс, скажем так. Он не будет для них примером, он не станет тем, кто сможет починить массы не только силой, но и словом, харизмой и остальным. Как исполнитель, да, как исполнитель воли, когда нужно действительно просто уничтожить, вырезать их под корень, это идеальный вариант. На что-то большее, при всем желании, ну скорее всего нет, да и... Я не думаю, что Ангрон сам был бы этому рад. Ну, пойдем к следующему. Вулкан. Интересный вариант, с учетом его обилки по возрождению. Постоянный. Плюс, он не глупый. Превосходный кузнец. Наверное, изобретатели в плане крафта, оружия и прочего. Пожалуй, лучше даже, чем Ферус. Но... Опять же, как лидер, не самая интересная фигура. Плюс, опять же, как известно из Бека, Саламандры очень положительно... Ну, они, в общем-то, гуманисты, по большому счету. То есть, они заботятся не только там о долге своего легиона, но и о простых людях. И в них слишком силен гуманизм определенный, чтобы прям так уж и поддаться хаосу. И, опять же, полностью, наверное, искоренить невозможно. И в какой-то момент все это приведется к предательству со стороны того же вулкана. Скажем, тех сил хаоса, которые его подчинили. Потому что до конца вряд ли в нем можно искоренить это чувство. Ну, опять же, вулкан, на мой взгляд, не очень хорошо раскрыт в книгах по Ересе на текущий момент. Так что, ну, сомнительный вариант, опять же, сомнительный. Дорн. Вот это интереснее, потому что Дорн – это отличный организатор. Опять же, скарабтить его выгодно еще и потому, что он возглавляет оборону Терры. То есть, фактически, ну, откроет двери, прям скажем. Откроет двери... Откроет ворота в замок. Моментально, если бы он перешел на сторону хаоса. Очень сильный, умный персонаж, толковый, хороший организатор. Опять же, пользуется популярностью у масс. Но его абсолютная лояльность импи и понимание, скажем, своего места вряд ли делает его карабт возможным. Но это был бы интересный вариант, на самом деле, один из самых лучших. На самом деле, для роли... Ну, как скажем, в качестве альтернативы хорусу. Один из лучших вариантов по многим причинам. По очень многим. Я думаю, что, ну, вот... Я не люблю, как бы, там, говорить про топ-3, топ-5. Но, если так мерить такими показателями, то в топ-3 бы вошел легко. Он отличный, превосходный тактик. Знает, как организовать оборону. Самое главное, у него ключи от дворца, фактически. То есть, он мог бы привести вражеские войска прямо в сердце империума. И, в общем-то... Его предательство бы оказалось, ну, пожалуй, одним из самых страшных. Плюс лидеры и весьма харизматичный. О, ну, Желеман, это точно, войдет в топ-3. Потому что фактически тот же Дорн, но с большими амбициями. Что, кстати, гораздо страшнее. Потому что Дорн прекрасно... Ну, он в чем-то даже умнее Желемана. И он понимает всю ситуацию. Желеману при всех его абсолютных достоинствах. Да, но у него есть амбиции. Причем амбиции очень серьезные. Не зря сейчас в Сороковнике он, в общем-то, исполняющий обязанности императора. И вот его переход на сторону хаоса это был бы вообще просто... Ну, был бы чудовищный удар по лоялистам. Потому что у него есть своя мини-империя. А у некоторых легионов нет и... Не знаю, там не то, что одной десятой, а одной двадцатой. Того, что... Ну, той ресурсной базы, которая есть у Желемана. И, опять же, Желеман... Гениальный тактик. Очень харизматичный. Лидеры, вот за ним реально пойдут люди. То есть, на самом деле, вот при... Они же в чем-то схожи с Ларгаром. Им так же... Ну, несмотря на то, как бы это чудовищно не прозвучало, на мой взгляд, они очень схожи. Поэтому и воюют с друг другом. Они так же умеют подчинять толпу. Так же хорошо. Понятно, что любой примарх может... Примарх может подчинять толпу. Но, скажем, эти ребята делают это более профессионально. На более профессиональном уровне. И поэтому смогли сколотить огромные... В общем-то, ну, Жиле сколотил целую империю. А, ну, у Ларгара тоже немало последователей, послушников. И он так же сжет своим глаголом сердца людей. Да и не только. И сверхлюдей, и других ребят. Плюс, опять же, Желеман хороший воин. Его как-то все говорят, что он средний, средний. Нет. Отличный тактик. То есть, очень опасный. Очень опасный оппонент. И вот его переход на сторону хаоса... Ну, вот его легко можно представить в роли воителя. Или... Ну, и, соответственно, в роли воителя. И в роли того, кто мог бы возглавить силы хаоса. И я думаю, что даже с большим эффектом... С лучшим эффектом и лучшим результатом, чем тот же Хорус. И, ну, блин, на мой взгляд, Империуму просто повезло, что Жили не перешел на сторону хаоса. Опять же, я к нему отношусь достаточно ровно. То есть, сейчас многие подумают, что, ох, я им пою дифирамбы. Нет. Я отдаю ему должное как... Ну, за его способности. Но, опять же, для меня есть более интересные примархи в этом сеттинге. Поэтому я, собственно, и не собираю ультрамаринов. Хотя одно время думал, потому что, если почитать книги по ним, ты просто понимаешь, что они наиболее адекватные из всех. Коракс. О! Ну, тут, опять же, я, поскольку высказываю свое личное мнение, я думаю, что боги хаоса его бы не выбрали, потому что у Коракса, к сожалению, благодаря авторам Белл, есть такая одна очень интересная черта фейлить почти все, что угодно. Попытался убить Ларгара? Не убил. Попытался что-то сделать с помощью генных технологий со своими воинами, да, чтобы быстро наверстать, быстро восполнить потери, да, чтобы сделать новых солдат, и тут зафейлился. И, ну, это... Нет. Опять же, нет. Я думаю, что при всей своей истории с освобождением, как он привел людей к освобождению. Нет, на мой взгляд... Так. Боги хаоса бы посмотрели, взвесили ситуацию, сказали, нет, не, не надо. Это мы, собственно, не выходя на поле битвы, уже проиграем. Опять же, говорю, это мое личное мнение, я отношусь предвзят, я сразу об этом говорю, у вас может быть другое мнение. Лев и Керс. И он просто взял одну картинку, объединил их вместе. Лев, опять же, тоже входит в число наиболее опасных для империума примархов, в случае, опять же, его перехода на темную сторону. Потому что, ну, судя по тому, как Лева раскачали в последней книге ну, из цикла Примархи, Примархи, да, что там сделали его просто каким-то убер-нагибателем, у него там самая большая боевая боржа, там, технологии со времен, я не знаю, там, вот этой темной эры, там пишут, что его легион их император сделал с такой целью, чтобы просто выжечь галактику под ноль в случае, если что-то пойдет не так. Он какой-то там превосходный тактик, идеальный мечник, у него все хорошо, в общем, он такой весь супер пробафанный чувак, что он прирожденный лидер. Но, опять же, сюжет Ереси развивается, он не стоит на месте, но я бы не увидел за счет его замкнутости и недоверия, он бы вряд ли получил такую популярность среди масс. Хотя, опять же, сейчас его из него сделали просто какого-то ультимативного бойца, который может покрошить как угодно, кого угодно, и вообще, ну, первый легион, да, можно сказать, первый легион, первый во всем. Керз, ну, тут нет, однозначно нет, потому что ну, Керзу, во-первых, Керзу это не нужно, потому что ну, своим действием, своим жизненным, его жизненный путь показал, что он, в общем-то, к этому и не стремился. На самом деле, вот, кстати, Керз, это одна из самых трагичных судеб в Ереси. У примархов так точно. То есть, этот человек, ну, этот сверхчеловек жил с абсолютным пониманием своей звериной натуры, звериной натуры окружающих его людей и прекрасным осознанием того, что эту мерзкую, всю эту мерзость невозможно искоренить до конца. То есть, по сути, что он понимал, что все вокруг звери, и эту зверину сдерживает лишь условия, какие-то страхи и прочее. Но если дать абсолютную власть и абсолютную свободу, как бы они тебе не улыбались до этого, как бы они не считали себя интеллектуалами, все это, все ширма, она быстро спадает. Ну, я говорю, можно долго говорить о Керзе, но я думаю, что вряд ли бы на нее упал выбор, и опять же, до этого и не нужно. Потому что, повторюсь, что Керз один из наиболее трагичных персонажей с самой трагичной судьбой Гереси, на мой взгляд. Поэтому тут, конечно, нет, но про Керза можно рассуждать долго, и не в этом ролике. О, Лемон Рус, но тут ситуация, в принципе, аналогична с Ангроном. Ну, и опять же, в лояльности Руса к Императору Рус более интереснее в плане карабта, чем Ангрон. Ну, понятно, кто бы его скарабтил, это Кхорн, скорее всего. Тут даже думать не надо. Я, правда, уже где-то рассуждал на эту тему, и, в общем-то, большинство высказывают за то, что, скорее всего, Кхорн бы его скарабтил. Но, опять же, Рус, это не зря его сыновей называют палачами Императора. Это как хороший инструмент, может быть, лучший инструмент, то есть, приведение к согласию, к тому, чтобы покарать недовольных. Вот. Ну, плюс король, волчий король. Был бы интересный вариант, на самом деле. В принципе, я не отрицаю того, что он вошел бы, наверное, ну, в топ-10 однозначно, этот в топ-5, ну, может быть, хотя интересный был бы вариант, он свирепый, плюс он не глупый, что бы там про него не писали, и если есть палачи Императора, то почему бы не сделать палача Империума, то есть, тех, кто мог бы привести на плаху весь Империум. Это был бы интересный, кстати, вариант, более интересный, чем Ангрон, плюс, опять же, не стоит забывать про копье, которое было у Руса, тоже как ультимативный вариант, чтобы поразить того же Императора. В принципе, нет, кстати, Рус, я вот сейчас даже немного изменю свое мнение, сказанное в начале, Рус, очень достойный вариант, очень. Ну, один из фаворитов, Ларгар, вот, первосвященник Хаоса, как он себя называл, собственно, и в событиях Ереси стал главным, стал главной причиной этой Ереси. Хороший вариант, один из лучших вариантов, но, опять же, на мой взгляд, все-таки, он, за счет почитания Божеств Хаоса, как он назывался, священник, в нем больше покорности, в какие-то моменты это хорошо, особенно для сил Хаоса получить идеально, на сто процентов, покорного и преданного лакея, можно и так сказать, которому за счастье выполнить любой приказ своих господ, но в некоторые моменты нужна и определенная свобода, чего бы у Ларгара скорее всего не было. То есть, для того, чтобы творить действительно какие-то великие вещи, должно быть небольшое смутьянство, должна быть отвага, конфликтность определенная, кстати, что было у Хоруса, но чего не было у Ларгара. Но, опять же, можно легко представить, что это он повел силы Хаоса на Теру, и вполне как вариант, да, но слишком предсказуемый вариант. Кстати, может быть, если будет какая-то Ересь 2.0, то, скорее всего, он, а не Аба, станет избранником темных богов. Ну, кто знает. Ну, опять же, про Ларгара долго говорить не буду, понятное дело, что все скажут, что это наиболее реальный вариант на замену Хоруса. Магнус. Ну, тут опять же пойдут разговоры Магнус предавал, не предавал. Сейчас у меня есть немного кофе выпью, чтобы не уснуть. Предавал, можно долго дискутировать на тему предавал он или нет. Ну, тоже неплохой вариант для Хаоса великий колдун, но опять же, он слишком сильно привязан к какой-либо, ну, слишком привязан к одному богу, к одной силе. Слишком явно. То есть, не говорю, что он 100% к ней привязан, а слишком явно. Слишком явно к ней относится. И такие перекосы бывают опасны, потому что другие могут сказать, нам не нравится твой избранник, почему-то он к тебе относится лучше, чем к нам. Это нехорошо. Он будет тянуть на себя одеяло, мы будем терять определенные убытки и прочее, прочее, прочее. Опять же, нужен нейтрал. Да, вот нейтрал, как ларгар, да, как жилеман, лев. Оп, перескочили. Ну, Магнус вряд ли. Мортарион. Ну, если брать только такой апокалиптический вариант, что он как воплощение смерти несет смерть всей галактики до всей вселенной. Но, опять же, у него слишком явная привязка, плюс характер Морти, который в первых книгах был показан в самых первых. Неплохо, а дальше из него сделали просто какого-то нытика, неуверенного в себе, что он там сомневался бы до конца. Мне кажется, что в нужный момент бы он просто дрогнул. И, ну, опять же, я не думаю, что у него была слишком бы большая поддержка среди масс. Он не оратор в глобальном смысле. весьма замкнутый. Ну, и харизмы особо у него нет, на мой взгляд. Плюс, опять же, слишком явная привязка. Перд, ох! Вот сейчас я очень многих удивлю, но Перд тоже один из наиболее очевидных вариантов, потому что, ну, понятно, он нейтрал, у него нет привязки какому-либо богу хаоса. Плюс, если почитать книгу Перд Раба Молот Олимпи, там видно, ну, в хорошем смысле, какой же он говнюк, вот честно. Но, там, я сейчас не буду долго, как бы, углубляться, ну, долго рассуждать на эту тему, там, я, по-моему, уже и про это говорил, что Перд, на самом деле, один из самых злобных примархов и вредных, который вполне мог бы построить и мог бы построить и построил бы Империум новый в силу своих талантов. А он очень талантливый примарх, он талантливый и в архитектуре, и в изобретательстве, и в инженере, во всем. То есть, такой Император в миниатюре, но его мелочность, злоба и зависть его же пожирает. Причем, зависть каким-то вообще абсолютно мелким вещам. Его неуживчивость абсолютная, его спонтанность. Ну, хотя, говорю, опять же, был бы очень интересный вариант. И, на самом деле, я считаю, что у него шансов возглавить войск хаоса намного больше, чем у того же Магнуса или Морти. Прямо. Хороший вариант. Хороший. Но я думаю, что своим самоедством он сам бы себя и погубил в конечном итоге. Вот Сангвиний, на мой взгляд, входит в топ примархов в силу того, что он, во-первых, этот один из самых сильных примархов, на мой взгляд, во-вторых, к нему очень положительно относились, во-первых, он отличный символ для масс. Скажем, массовый потребитель его воспринимал на ура. Это был определенный символ. И Хорос, кстати, это понимал и боялся его, очень боялся Ангела, потому что я вот сейчас читаю книгу, где Ангел не решится сделать шаг, и там Кабандха, демон Хорна, говорит о том, что почему ты хочешь убить Сангвини, почему ты там не хочешь попытаться переманить его на сторону, почему ты так жаждешь именно его уничтожить, а не переманить на темную сторону. Ты, может быть, боишься, что боги хаоса обратят на него свой взор вместо тебя, и там Хорос изъярился, говорит, нет, вы ничего не понимаете, там другая причина, но это же ведь на самом деле так. Я думаю, что Хорос действительно боялся того, что если Сангвини перейдет на сторону хаоса, в конечном итоге Хорос сбросит и поставит Саню. Да, в силу многих причин, опять же, это было бы тяжело... Ну, во-первых, это очень удачный символ, да, это примарх, который хорошо, в общем-то, достаточно относился к рядовым людям, и появление Сангвини, оно пробуждало в людях чувствах и благоговение такое, которое не каждый примарх-то и родной вызывал у них, да. великолепный воин, великолепный тактик, он как лев, но вот они, в принципе, с львом, на мой взгляд, по силе, по тактике, по мастерству, по мощи легионов примерно равны, хотя, опять же, ну, так как сейчас пробафали легион льва, он чуть-чуть посильнее, но в качестве символа, да, а люди падки на символ, им нужен, им не нужна правда, им нужен символ, за которым они пойдут, вот символ, за которым они пойдут, лев был бы идеален. Феррус, да, я люблю легион железных рук, я его собираю и все такое прочее, и Феррус там в книге, в именной своей книге Ереси Хоруса говорил, что это я должен быть императором, этим воителем, ну, наверное, он где-то там мыслил о том, что он будет императором, что это я должен быть, сейчас я там завоюю, гардинал, докажу императору, что я достоин быть воителем, а не Хорус, но, опять же, это абсолютно, к сожалению, вот, опять же, Бейл, как, ну, на мой взгляд, мое личное мнение, что Бейл, что Коррекса, что Ферруса, зарубили просто на корню, если Коррекс в Бейл, ну, в книжках по Ереси выставлен каким-то просто диким неудачником, криворуким, у которого все сыпется из рук, любое дело распадается и ничего не получается, то Феррус это такой прямолинейный, к сожалению, к моему глубокому сожалению, прямолинейный баран, вот, который постоянно злится, он постоянно чем-то недоволен, у него плохое настроение, он там совершает какие-то абсолютно идиотские поступки, и это персонаж, который обладает, должен обладать просто холодной логикой, как Перт, и мастерством инженера, и кузнеца, как вулкан, да, но он всем этим обладает, но он толком этим не пользуется, потому что, вот, я не знаю, там, упал, не знаю, упадет какая-нибудь чашка, это его взбесит, и все, он там положит весь свой легион под нож, там, какой-нибудь самоубийственной атаке, то есть он просто вот как таран, который идет вперед, не задумываясь ни о последствиях, ни о чем, но как бы в какие-то моменты это хорошо, бросить его там на баррикады и пускай он своей жизни, жизнь своего легиона пробивает дорогу тем же богам хаоса, но в какой-то момент просто потерпит поражение, опять же, как символ очень слабый, так что нет. Фулгрим хороший вариант в силу того, что когда люди его увидели, они понимали, что это какое-то сверхбожество, он был настолько идеален, в чем-то отношение к этому персонажу было схоже с Сангвиним, и кстати, это был бы хороший вариант, почему? Потому что Фулгрима при всех его достоинствах, тактика и прочего, если его так бы сильно не скораптил слонеж, что его переклинило только в сторону определенных непотребств, это был бы очень хороший вариант для богов хаоса, потому что его можно было использовать, как помните, в той картинке, где ослик и морковка, то есть перед осликом висит морковка, он пытается до нее дотянуться и бежит, 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 бежит за этой морковкой, так же они могли бы пообещать ему, что он достигнет совершенства, но тут ключевой момент, и опять же, в этом, кстати, трагедия, почему-то которую не раскрывают в книгах, а ведь это же на самом деле так, что совершенство достичь невозможно, и это как сизифа в труд, и более того, там есть очень тонкий момент, который тоже не раскрывается, но есть в книге, но не до конца раскрыт, что там, Ферус, о, Фугрим начинает, или там его, опять же, это есть моменты не только с Фугримом, есть и с его легионерами, где они, например, легионер хочет нарисовать картину, он рисует, человек со стороны смотрит на нее, думает, боже, какое блаженство, какая идеальная вещь, но этот же легионер, рисующий картину, он понимает, что, во-первых, он не достигнет совершенства, и более того, если есть человек, обычный человек, но гениальный, он нарисует лучше, чем тот же, ну, чем вот этот же легионер. Но тут, на самом деле, есть определенная такая, я сейчас не буду углубляться, здесь есть такая определенная религиозная отсылка к тому, что ангелы не могут творить. Но это отдельный момент. Так что Фугрим как бы был бы отличный вариант, ну, пожалуй, да, один из возможных вариантов на роль вармастера. Хан, о, ну, буду краток, Хан слишком любит свободу, причем любит свободу настолько, что трудно сказать, действительно ли он лоялен, или он просто пользуется тем, что его лояльность дает ему определенную технологическую и техническую базу и обеспечение под его образ и стиль жизни. То есть, если бы, скажем, ему предложили что-то большее, к чему он стремился, но другие силы не пришел бы он к ним. Но он очень свободный. То есть, я вполне верю в тот вариант, что просто боги Хаоса бы поняли, что, ну да, мы дадим ему все, что надо, сил и прочее, а он точно будет за нас воевать, или он просто свалит и все с нашими дарами и пойдет кутить где-нибудь в дальней стороне галактики. Такое тоже может быть. Ну и, подводя итог, такое вот у меня немножко спонтанное рассуждение, но, подводя итог, я не могу выделить кого-то одного, но скажу наиболее вероятных, по моему мнению, это мое личное мнение, это моя личная глупость, но просто отвечаю на вопрос. Итак, на мой взгляд, это или Дорн, или Желеман, Лев, ну, Ларгар, понятно, Перд, я могу, опять же, долго на эту тему спорить, и готов обсудить даже этот момент, что Перд, Сангвиний, вообще один из вероятных кандидатов, ну и Фулгрим. Ну, вот такое мое личное мнение, извиняюсь за спонтанную речь, Дань, но записываю на живую, без дублей, без всего, просто как рассуждение. Надеюсь, что оно вам понравилось, вы его посмотрели, можете написать в комментариях свои мнения, подписаться на канал, и посетить группу ВКонтакте. Ну, а на сегодня все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok